МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будь ты миллионером или бедным человеком, этот недуг может прийти в вашу семью, и ваш ребенок может родиться с этой болезнью. На протяжении столетий эпилепсия была окружена завесой непонимания и стигматизацией со стороны общества. Во многом это связано с низким уровнем осведомленности об этом заболевании. Знаю, что болезнь, знаю, что трудоизлечимая, она вообще не вылечена, не излечить, не знаю. Дерганые, что ли, да? С психикой, по-моему, что это связано, да? Начинаются какие-то судороги, вот там человек всего корежит. Если честно, ничего. Все великие страдали. Александр Македонский. Цезарь. Фиолетовый день в 2008 году придумала 9-летняя девочка Кэссиди Меган, живущая с диагнозом эпилепсия. Она хотела развеять мифы об этой болезни и доказать, что люди, страдающие эпилепсией, ничем не отличаются от остальных и имеют право на нормальную жизнь. Эту инициативу поддержали Ассоциации эпилепсии по всему миру. И с тех пор, 26 марта, распространяется информация об этом заболевании и о правилах оказания первой помощи при приступах. Я хочу познакомить вас с Юлией Черненковой. Она будет сегодня моей собеседницей. Юлия – координатор Всероссийского проекта помощи больным эпилепсии в городе Самаре. Здравствуйте, Юль. Здравствуйте, Неса. Ранняя диагностика, своевременное лечение и поддержка со стороны общества способны помочь маленьким пациентам вылечиться, стать полноценными членами общества. В Москве ежегодно проходят встречи медицинского сообщества и средств массовой информации, посвященные эпилепсии. Она приурочена к фиолетовому дню. Мы также стали участниками одной из таких конференций и хотим внести свою лепту в этот процесс. Сейчас как раз вопрос первый – что это за болезнь? На самом деле это не одна болезнь, а целое большое семейство самых разных болезней, очень по-разному протекающих, начинающихся в разном возрасте и имеющих очень разный прогноз. То есть от очень доброкаченных ситуаций, которые можно даже не лечить, эпилептические приступы у детей, иногда бывают такие, и до очень тяжелых состояний, вызывающих действительно аневолитизацию пациента. Для сегодня известно более 40 форм эпилепсии, особенно детской, и возраст-зависимую форму. Вот одни приступы у детей, передового рождённостью, у других – на годы, другой вариант приступов и так далее. Кроме того, синкулация осложняется тем, что примерно 25% судорогов – это вообще не эпилепсия. Даже есть утрата сознания, и конвульсия, и комические, и клонические и так далее. Поэтому здесь первое, с чего надо начинать, доктор должен разобраться. Это эпилепсия или это не эпилептическая? Это совершенно уже разный подход и к прогнозу, и к диагностике, и к лечению. Мы ещё будем говорить сегодня с вами о статистике, о том, сколько людей страдают этим заболеванием. Но для начала давайте познакомимся с одним из пациентов, с Ильёй, и вы увидите, что значит жить с эпилепсией. Знакомьтесь, это Илья. Большую часть жизни он провёл в больницах. Когда Илья родился, мама не могла нарадоваться здоровому, крепкому малышу. Но в возрасте 7 месяцев у ребёнка случился первый приступ. То есть он вот весь как бы вот так вот затрёс, я подумала, что он испугался, никому ничего не сказал, не обратил как бы на это внимание. Потом часто второй раз, третий и вот так. У нас случились приступы до 46 приступов в день. Страшное слово «эпилепсия» прозвучало из уст врача как приговор. Наталья долго не могла в это поверить. Ведь ни у неё, ни у мужа в роду не было этого заболевания. Эпилепсия – одно из самых распространённых заболеваний, серьёзных заболеваний нервной системы. Примерно каждый сотый ребёнок в стране страдает эпилепсией. Наиболее часто эпилепсия встречается у детей до 15 лет и у взрослых старше 65 лет. У 70% пациентов удаётся достигнуть прекращения приступов или уменьшения их частоты. 30% составляют случаи, плохо поддающиеся терапии. Основным симптомом эпилепсии является нарушение сознания. Это ситуация, когда ваш ребёнок перестаёт реагировать на окружающее. Он может упасть. Либо он просто перестаёт отвечать, есть, разговаривать. И у него могут наблюдаться вздрагивания, отдельные сокращения в конечностях. У маленького Ильи приступы были такой силы, что несколько раз по скорой помощи его забирали в реанимацию. Судороги были до такой степени, что он синел весь. Лицо у него просто было как сплошной синяк. На самом деле это было ужасно. Даже мурашки по телу. Мама Ильи бегала от врача к врачу. Совместными усилиями ребёнку пытались подобрать эффективное лечение. Но улучшения не наступало. Жизнь этой ещё недавно счастливой семьи превратилась в выживание. Болезнь подчинила себе всех. Я постоянно по больницам. Но мужу надо тоже нас отвезти в больницу, привезти нам покушать, привезти в больницу. То есть не мог никто работать. И так Илюша просто не мог никто отойти. Традиционные препараты Илья не переносил. Альтернативные методы лечения ему тоже не подходили. Юль, скажите, пожалуйста, что у нас в Самаре? Вообще, насколько актуально это заболевание? Данное заболевание очень актуально. И могу сказать по статистике, когда я пришла в проект «Не бойся», это было в 2011 году. В Самаре мы курировали буквально три семьи, то есть трое детей. И сейчас, на 2017 год, у нас в проекте 27 семей и 29 детей. В некоторых семьях есть по двое детей. Скажите, пожалуйста, а насколько дистанционно лично вы знакомы с этой болезнью? К сожалению, с диагнозом эпилепсии я знакома не дистанционно. У меня в семье есть ребенок, мой племянник, у которого стоит диагноз эпилепсия с трех лет. Поэтому, что такое это заболевание, я знаю не понаслышке. Юль, мы сейчас вот видели, насколько тяжело достается это родственникам, родным, когда они узнают, что у ребенка такой диагноз. Это чаще всего бывает неожиданно. Вот как в вашем случае с вашим племянником было? Да, к сожалению, это случается неожиданно. Особенно, когда впервые случается приступ, родители в панике не знают, что делать. Естественно, это вызов скорой помощи, обследование ребенка в больнице при госпитализации, постановка диагноза, первая реакция – шок. Родители не верят, почему именно с их ребенком, и просто не знают, что делать дальше, куда обращаться, куда идти. И главное, как помочь своему ребенку во время приступа, как облегчить его боль. Вот вы уже говорили, что поначалу вашими друзьями, будем так говорить, были всего три семьи, сегодня их уже значительно больше. Давайте сейчас узнаем, что же у нас со статистикой по России. Готовясь к сегодняшней нашей встрече, я бы считала, что в России, вот если у нас сейчас примерно 25,6 миллиона детей, вот, прикиньте, один процент, то есть, это, конечно, цифра приблизительная, но все-таки это статистика, должно быть примерно 260 тысяч больных и при всей детей. Ну, взрослые некоторые более низкие цифры дают, это вот 5%, ну, 8% от всего населения. Значит, в России, ну, более 500 тысяч больных и по версии взрослых. Официально, насколько я знаю, сейчас около 300. На Руси эпилепсию иногда называли словом «падучие», и это неудивительно, потому что приступ, как правило, начинается внезапно, и человек падает, как подкошенный. Отсюда, наверное, и название. Свидетелем такого приступа сможет стать любой из нас. Это может произойти где угодно, на улице, в помещении. И у каждого, наверное, возникает вопрос, а что делать в этой ситуации? Надо приподнять голову, попытаться, чтобы язык не запал. Ложку надо сунуть, чтобы он не проглотил язык. Вот так вот. Жгутик или какую-то вот, ну, там, палочку или что-то такое сделать так, чтобы язык не, ну, не проглотить и вот не возникло там ни удушья, ничего. Вот что-то такое в таком формате. Нельзя, по-моему, трогать. Ну, вот нельзя трогать, нужно сюда что-то, насколько я знаю. Вроде нельзя суать ничего вообще. Ой, я даже не имею понятия. Нас этому не учили ни в школе, нигде, поэтому сказать, что делать с этим человеком, я не могу. Юль, скажите, пожалуйста, были ли вы свидетелем приступа эпилепсии? Да, была. Это было в первый год моего знакомства с проектом «Не бойся». На занятиях у ребенка случился приступ. Честно говоря, я не сразу поняла, что это именно приступ эпилепсии, потому что это было буквально одно из первых занятий, и на тот момент я еще не знала, как оказывать правильную помощь. И, к счастью, рядом оказались более опытные специалисты, которые после объяснили, что нужно делать и как вообще помочь ребенку. И также была, к сожалению или к счастью, свидетелем, когда на улице мужчине стало плохо, и пытались оказать неправильную медицинскую помощь. И была очень рада, что удалось вмешаться, что именно я оказалась на месте, проходила мимо. Мы вовремя оказали помощь, вызвали скорую, мужчина остался жив, его госпитализировали, и все закончилось, насколько я знаю, хорошо. Давайте спросим специалистов, как же поступать, если вы становитесь свидетелями такого случая? Если на ваших глазах у человека развивается эпилептический приступ, то первое, что надо сделать, положить пациента на землю, на кровать. Главное, придерживать пациента, чтобы не ударился головой о какой-либо предмет. Для того, чтобы пациент не задохнулся рвотными массами, желательно положить пациента на бок, чтобы рвотные массы спокойно стекали. Что не надо делать? Ни в коем случае нельзя пытаться разжать челюсти пациента. Ни в коем случае нельзя вставлять твердый предмет, потому что можно сломать зубы. Во время приступа не надо пытаться сдерживать естественное движение человека. Основная задача – не навредить пациенту и постараться облегчить его состояние. Юль, скажите, пожалуйста, вы общаетесь, естественно, с родителями тех детей, которые приходят к вам в проект. Скрывают ли они от окружающих болезнь своего ребенка? Да, есть такой факт, что родители скрывают диагноз своего ребенка, потому что, как правило, эпилепсия визуально незаметна, в отличие от других диагнозов. И многие родители даже своим близким не говорят, потому что не хотят, чтобы общество знало, потому что это дополнительные стереотипы не только к ребенку, но и к отношению вообще ко всей семье. И, к сожалению, очень многие родители именно отказываются посещать какие-то общественные мероприятия. Мотивирует это тем, что ребенок будет заснят фотокамерой, видеокамерой, эти данные попадут в интернет. И как же так? Что же мы будем дальше делать? Вообще мы оставляем этот выбор за родителями. Ну, да. Потому что ситуации бывают разные. Иногда ты никаким образом, но вот приступ разовьется, лучше, чтобы педагог в классе знал, чтобы педагог может испугаться. Если кто-то из вас видел эти приступы, да, это же страшное зрение, страшное даже для людей, для врачей это не всегда приятное зрелище, да. То есть должен уметь, вот, по крайней мере, не навредить ребенку в момент приступа, да, бы видели, что там лишних не нужно рот разжимать, не нужно что-то засовывать, не нужно вытаскивать. Язык сплошь и рядом все это делают. Не нужно давать лекарства, там не говорилось, в рот засыпать ничего не нужно. Лечение эпилепсии эффективно в 70% случаев, так утверждают специалисты. Юля, сейчас я хочу опять вернуться к вашему племяннику. Скажите, пожалуйста, а вот для родителей сразу было понятно, к какому доктору идти, кто занимается решением данной проблемы? Честно говоря, тут двоякая ситуация. Во-первых, если бы я не была знакома с этим проектом, наверное, у них не было бы человека, который мог их направить. И тогда это были бы длительные поиски врача, который сможет подобрать правильную терапию. Но так как к тому времени я уже стояла в этом проекте, и я захотела помочь, во-первых, потому что это моя семья, во-вторых, потому что если я знаю, как помочь, почему этого не сделать? Приступ случился, чем быстрее пойдет ребенок к врачу, если это эпилепсия. Чем быстрее начато лечение, тем лучше прогноз. Потому что наши классики-эпилептологи говорили о том, что каждый риск готовит дорожку к следующему. Поэтому наша задача, как можно раньше начать лечение, препаратов много, и форм много, и при каждой форме в настоящее время разработаны алгоритмы назначения препаратов. Ну, да, одна форма, надо наличать первые линии препаратов. Какие-то, они не работают. Значит, следующие. На протяжении столетий эпилепсия была окружена домыслами, страхами, навешиванием ярлыков. И из-за того, что даже сегодня в обществе очень мало информации об этой болезни, это, конечно же, осложняет жизнь детей, больных эпилепсией. Скажите, пожалуйста, Юля, что говорят родители ваших детей? Насколько ограничены дети в нормальном образе жизни, в спорте, в учебе, может быть, в каких-то общественных мероприятиях? Да, я поняла ваш вопрос. Когда родители приходят к нам в проект, самое главное то, что они говорят, это ребенку не хватает общения. Катастрофически не хватает общения, нет друзей. Потому что, как правило, дети учатся на индивидуальном обучении, будь то массовая или коррекционная школа. Учителя не готовы брать на себя ответственность за ребенка. Вдруг случится приступ на уроке, не все знают, как правильно оказывать помощь. Кроме того, это пугает очень многих родителей, которые родители одноклассников, скажем так. И многие родители по социологическим вопросам против, чтобы особенный ребенок учился в классе с их ребенком, даже если эта особенность визуально незаметна. Кто-то из ваших подопечных учится в обычной школе с обычными детьми? Из наших подопечных, к сожалению, нет. Российский шумен, телеведущий, актер Сергей Белоголовцев, многим, конечно же, известен. И совершенно не случайно он был ведущим конференции в Москве. Дело в том, что ребенок Сергея, сын, болен эпилепсией. И он знает, что значит бороться с этой болезнью, что значит жить, когда у тебя в семье такой ребенок. Пожалуй, самая страшная история в работе, в попытках оздоровить, реабилитировать больного ребенка, это и тогда особенно, и сейчас, это одиночество. Одиночество человека, столкнувшегося с этой проблемой. Нет каких-то комьюнити, нет каких-то сообществ. Это очень неправильно. Коль скоро существует проект, в котором вы работаете, означает ли это, что помощь и поддержка все-таки существуют? И вот этот проект общероссийский, но он, наверное, есть не в каждом регионе, да? Да, мы готовы оказывать помощь людям, столкнувшимся с проблемой эпилепсии, будь то взрослый человек или ребенок. В Самаре есть кружок для детей с эпилепсией, он называется «Небойсики». Мы занимаемся с детьми от трех лет. Существует две группы. Младшая группа от трех до семи лет и старшая группа от семи до восемнадцати. Но основной контингент детей в возрасте 12-14 лет. Вот сейчас получается так. Но кроме того, у нас есть ряд взрослых людей, которые просто приходят пообщаться с родителями. Некоторым также интересно поделать поделки с детьми, поделиться своим опытом, куда смог устроиться, например, на работу или как сложилась дальнейшая жизнь после окончания школы с 2011 года. Мы являемся лауреатами Оскара Благотворительности. В 2014 году за служение идеалам добра мы создавали ролик, в котором мы ломали стереотипы про эпилепсию и то, что наши дети, такие же дети, с такими же потребностями, они хотят играть, развиваться, веселиться, учиться, чтобы у них было много друзей. Скажите, а нужно доказывать, что эти дети такие же, они хотят развиваться, веселиться, учиться, как вы сказали? Может быть, я сгущаю краски и, в принципе, все и так это все знают? Да, все знают, но не каждый готов дружить с ребенком, у которого стоит диагноз эпилепсия, если мы говорим про детей подростков, например, а если мы говорим про детей младшего школьного возраста или до школьного возраста, то не каждый родитель захочет, чтобы у его ребенка был такой друг, к сожалению. Ну, это вот стереотипы, которые есть в обществе, с которыми нужно бороться, мы так думаем. Что делают дети, которые приходят к вам на занятия? Для младшей группы у нас в приоритете развитие памяти, внимание, речи, мышление, потому что дети приходят от двух лет, мы учимся думать, говорить, рисовать, лепить, развиваем мелкую моторику. Для старших детей, для старшей группы преимущественно делаем уклон на общение, мы играем в коммуникативные игры, учимся правильно общаться не только со сверстниками, но и со взрослыми. Элементарно, как правильно сходить в магазин, как попросить помощи, как предложить свою помощь, если она требуется. Мы создаем, организуем мероприятия для детей, где наши дети могут побыть в кругу общения с обычными детьми. Мы уже говорили, что эпилепсия – болезнь, которая может случиться с каждым. И все же. Откуда она берется? Можно ли как-то подстраховать себя? Считается эпилепсия в целом состоянием мультибактериальным или мультифакторным. То есть многие факторы. Когда спрашивают, какие, в первую очередь понимаются генетические. Во вторую – травмы, инфекции и прочие повреждения мозга, нехватка кислорода, гипоксия и так далее. А вот какие еще факторы, кроме этих, не знает никто. Вот есть предрасположенность. Заболел человек тяжелым гриппом. И это как бы является триггерным фактором. Не заболел, он, может, уже не знал, что у него предрасположенность такая есть в организме. Но, опять же, никто не знает. У одного человека есть мутация, и она проявится эпилепсией. У другого человека точно такая же мутация, и она не проявится. Проект, который вы курируете, он надо полагать бесплатный. Да, вы правильно понимаете, наш проект бесплатный, мы оказываем помощь родителям. Единственное условие, которое мы соблюдаем, это когда к нам приходит новая семья, заполняется соответствующий бланк, то, что родители не против, что на занятиях ведется фото-видео-съемка. Данные кадры выкладываются в нашу группу ВКонтакте, в другие социальные сети, чтобы про нас, ну, это для нас нужно, чтобы про нас узнало как можно больше народу. Ну, а теперь давайте посмотрим, чем закончилась история с мальчиком Илюшей, которого мы показывали вам в начале программы. На самом деле она не закончилась, она продолжается, но, тем не менее, у нее уже позитивная перспектива. Кинг-Конг, смотри. Трудно поверить, но сегодня жизнь этой семьи значительно изменилась к лучшему. Они много гуляют, ходят в бассейн. Илья пошел в школу, а мама смогла осуществить свою давнюю мечту – выйти на работу. В данный момент состояние Ильи нельзя сравнить с, ну, допустим, состоянием три года назад. Несмотря на тяжелую фармакорезистентность Ильи, его лечащему врачу удалось таки найти решение проблемы. Был введен новый препарат. Мы волновались, как будет переноситься новая схема противосудочной терапии. Но, к счастью, мы наблюдали, что постепенно у ребенка улучшается поведение. Ребенок становится спокойнее, ребенок становится более контактным. Приступы урежались. Сейчас у Ильи нет приступов. Он продолжает наблюдаться у врача. Много занимается с дефектологом и психологом. Болезнь не исчезла полностью. Но она перестала занимать главное место в жизни этого ребенка. Я знаю, что будет все вообще нормально у нас. Вот. Боремся. Надеемся. Сегодня вместе с вами, вместе с нашими московскими специалистами, мы пытались прояснить какие-то из вопросов, касающиеся такого заболевания, как эпилепсия. Может быть, у вас есть в завершении какие-то пожелания к людям, которые нас сейчас смотрят? Пожалуй, главное пожелание – это здоровье детям и родителям. То, что если вдруг ваша семья столкнулась с таким диагнозом, как эпилепсия, не нужно бояться. В Самаре вы всегда можете прийти к нам. Мы с радостью примем вашу семью, окажем помощь, скоординируем с хорошими опытными специалистами. Итак, эпилепсия – это сложная для понимания окружающих болезнь. Помните это. Но старайтесь, несмотря на данные особенности, отнестись к больному с необходимыми любовью и заботой, которые он будет потом вспоминать с теплотой. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!